Аллилуйя! Славлю Господа Бога Богов, ибо вовек милость Его. Славлю Господа мой Бог благое, ибо вовек милость Его. Аллилуйя! Да, приветствую, друзья, братья, сестры. Благословений Господних всех вам. Добрый вечер, кто присоединился. Ольга пишет, добрый вечер, дорогие друзья. Шалом всем, да, шалом, шалом, мир. Вот, и, да, мир и благодать да умножатся. Слава Богу. Так что, да, шалом. Приветствую всех, благоставляю, добрый вечер. Ну, и доброго времени суток. У кого-то, может, уже ночь, у кого-то день еще. Да, спасибо Господу за все. Благодарю тебя, Господь, за эту милость и благодать. Славлю тебя, славлю тебя всегда. И утром, и вечером, и ночью, и днем. Каждое мгновение жизни ты с нами, ты в нас, и ты среди нас. Это потрясающе. Братья и сестры, у нас каждый день в этом плане праздник, да, что Господь с нами во все дни. Аллилуйя, аллилуйя. Славлю Господа, Бога богов, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, Бога богов, да, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Слава тебе, Господь Святой. Слава, слава, слава и хвала. Фу, благодарю тебя. Спасибо за добрый вечер. Спасибо, Господь, за этот день. Спасибо за то, что ты с нами каждое мгновение, Господь, да, постоянно. Ты вечный, ты вечный Бог. Твоя любовь, она вечно. Не покинешь, не оставишь, Господь, никогда. Спасибо, спасибо, Господь. На кого же нам еще уповать? На кого же нам еще уповать? На кого же нам еще уповать? Как не на папочку родного. Аллилуйя. На кого же мне еще уповать? На кого же мне еще уповать? На кого же мне еще уповать? Как не на папочку родного. Не на людей, не на князей, ай-яй-яй-яй, не уповай, душа моя. Ай-яй-яй-яй-яй. Не на себя, не на людей, ай-яй-яй-яй. Душа моя, не уповай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай, все свои заботы я возложил на Господа. Ай, на кого же мне еще уповать? На кого же нам всегда уповать, как не на папочку родного? Спасибо, Господь, тебе. Спасибо за все. Действительно, ты наш упование, ты мое упование, ты всех нас упование. Господь, Творец всего мира, всего мироздания, Отец, любящий и любимый, слава тебе. Благодарю тебя, Господь, спасибо за добрый вечер, спасибо, Господь, за это время. Потрясающее, удивительное время благодати, Господь, спасибо, спасибо. Это просто слова мне передать, действительно. Просто прими из наших и уст, из наших сердец это словословие, из нашего нутра, из нашего естества прими это словословие, как фемиам, как благоухание к престолу славы. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо. Спасибо. Коль славе наш Господь в Сионе не может изяснить язык, Велик Бог в небесах, на троне, во всем он на земле велик. Везде Господь велик и славен, в ночи, во дни сияньем равен. Аллилуйя, аллилуйя, мыр вам, витаю вас, молящие Закарпатцы, аллилуйя. Малевича, Мальовнича, Закарпатцы, аллилуйя. С Волыни, да, тоже, да, слава Богу. Так что, да, приветствую всех, да, всех украинцев, поздравляю, как утром поздравил, сейчас тоже вечером хочу поздравить, да, с Днём Незалежности витаю, аллилуйя, да. Сегодня 24 число у нас, августа, да, и на календаре государственном, да, праздник независимости, аллилуйя, день независимости, да. Да, так что поздравляю, хай Бог рясно благословит, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо за Украину, спасибо, Боже, за эту благодать, за милость. Игорь пишет тоже, да, доброго времени, да, аминь. Доброго времени, доброе время, да, с Господом это самое прекрасное время, самое доброе время с Господом, аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, слава Тебе и хвала, благословенный Царь наш, благословенный Бог наш, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Святой, слава, слава, аллилуйя. Тебя твой огнец, златорунный, всегда изображает нам. Мы на псалтире сладкострунной Тебе приносим, фимиям. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Аллилуйя. Вы корастуйтесь кадылом, Татьяна пишет. Ну, иногда, да, иногда, да, пользуюсь, да, кадильницей. Ну, у меня нет кадильницы здесь. Я уже, я думал, кстати, думал уже об этом. У отца Алексея есть кадильница нашего, благочинного. Он-то заезжает, думаю, вот надо было бы взять у него, конечно, покодить. Интересно вообще. Мне нравится вообще, очень красивый такой элемент, благослужение, очень красивый. И вот как раз вот в тему, как раз, прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Вот это все, с кадильницей, если это петь, это вот самые щекады-то. Все, да, по витре, все, 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 все. Да, значит, кождение, вот, пред Богом, пред Господом кождение. А вообще, когда на богослужение, то храм кадим. Ну, у нас нету храма в Киеве. Коплыца, Коплычка, значит, да, значит, и там кождение совершается. Отсеть Сергий совершает кождение там. А на Кловской давно уже не кодили мы там. Там арендованы помещения, в принципе, маяты, жертвовных. Нет, у нас вообще здесь нет храма своего. Здесь мы арендуем помещение, поэтому пришли, ушли и все. Поэтому просто кождение всего зала, вот, всех людей там, да. Интересно, да. Давно уже не кодили мы. Конечно, хотелось бы свой храм, честно говоря, уже хотелось бы действительно свое помещение, чтобы уже и престол, и жертвенник, чтобы, ну, ну, было все красиво, так вот правильно сделано, классно. Вообще, литургии православные, да и все нашли тоже православные, очень красивые. Не знаю, вот, я вот в христианстве видел разные богослужения, разные формы богослужения, но красивее вот нашей литургии православной ничего еще не видел вообще. Вот, даже католическое, я уважаю очень католиков, очень люблю, да. Бываю в гостях, там, в костелах, иногда служил тоже мессу, по благословению там местных, там, как раз епископов, давали мне такое разрешение, значит, на римскую мессу тоже совершал, вместе с братьями, с Польши, польскую мессу совершал, вот, но, да, красивая месса, красивая, да, литургия католическая, вот, протестантские есть очень красивые. Как ваш храм выглядает, как у православных, только без икон. Здесь нет даже у нас храма, это только будет еще храм у нас в Киеве. А вот Коплыца, да, там есть иконы у нас, есть иконы. Вот, ну, не все подряд, конечно, иконы, но такие, которые не противоречат Слову Божьему, такие есть иконы. Вот, потому что сами-то иконы, вот, у меня здесь икона, допустим, там тоже, значит, но, почитание иконы, да, вот это неправильно уже, да, вот сами иконы-то красивые. Хотя я думаю, что все-таки надо не такой стиль живописи использовать сейчас. Надо использовать какой-то такой, больше импрессионизм, наверное, какой-то, не знаю, чтобы это было как импрессию, это было, чтобы не провоцирующее нашего обывателя к почитанию, к поклонению, потому что все равно такой образ, он все равно провоцирует, как бы, человека, да, религиозного, особенно, да, человека к почитанию иконы. Вот, все-таки надо какой-то другой образ. Наподобие того, что в Грузии есть, очень мне нравятся грузинские вот эти вот храмы, есть там баптистская, евангельская, как, евангелическая баптистская церковь, вот так называется, евангелическая баптистская церковь, епископ Русудан Годсеридзе, можете набрать на фейсбуке Русудан Годсеридзе, да, и как раз, вот, или евангелическая баптистская церковь в Грузии. Вот, у них тоже там иконопись есть, тоже они пишут там образа, эти, да, краще на стенах написаны хорошие верши с Библии, Аминь-аминь, да, и картины, и верши, и стихи эти, да, значит, из Писания, безусловно, да, вот, потому что все это для назидания, в принципе, даже для назидания нашего, вот, в современных храмах, допустим, иконы могут быть и такие живые иконы, вот, допустим, там большие плазма, вот эти телевизоры, да, значит, плазма телевизора, значит, большие, значит, и там пускать, запускать слайд-шоу, допустим, да, вот, это можно сделать, вот, вот, как раз в алтарной части, чтобы это было, вот, как вот, и назидательно, и там могут быть и тексты, бегущая дорожка, там и тексты из Писания, вот, значит, и тут же сцена из фильма Иисус, допустим, в вашей епархии скильгие храмев, немае храмев у нас вообще, у нас немае храмев, у нас все церкви, у нас арендуют помещение, вот, или же каплычки оборудуют такие просто, вот, часовинки такие, все, в нашей архиепископии нету храмов еще вообще, ни одного храма нету, нигде, в Грузии тоже это временно оборудовано просто, в Руставе, это просто оборудовано под каплыцу тоже, каплычка такая, часовня такая, вот, в Румынии, в Бухаресте, там, у Богдана, тоже оборудована часовинка такая, только и все, там не храм у нас, вот, в Белоруссии нет ничего вообще, там отец Сергий хотел как раз сделать в Гомельской области, но потом там все пресекли, к сожалению, и в МАЭС-то тут церкви, ну, а як же, конечно, да, значит, да, и, ну, в тех странах, где свобода, то там, пожалуйста, регистрируют, вот, но, к сожалению, в Белоруссии и в России пока без регистрации, а в Румынии, в Украине, в Грузии, там, пожалуйста, официально, да, здесь, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все, спасибо. Во всякое время, и когда гонят нас, и когда хвалят, и когда регистрируют, и когда не регистрируют, прославляем Бога Святого, Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, благодарю. Да, вот эта евангелическая баптистская церковь в Грузии мне очень нравится, они молодцы, они, тоже, кстати, у них пастыри, священники у них, да, тоже в рясах, вот, они иконы пишут, значит, там, они, вот, ну, у них живопись очень красивая, мне нравится, там она больше символична такая, больше, как бы, такая, вот, импрессионизм там, как бы, да, то есть, она не для почитания, как, допустим, в других, в обычных таких грузинских храмах, вот, а для, вот, назидания, наставления такого, да, классно, здорово, вот, нечто подобное нужно нам и здесь тоже, потому что на Вереснево здесь, в Киеве, там, часовня оборудована, отец Сергий Фомин оборудовал часовню, но, там все равно образы, вот, такие же образы, ну, это, как бы, красиво, да, хорошо, но, все-таки, это не то, все-таки, немного не то, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за это благовонное курение, да, вот это прекрасно, вообще, в этом псалме поется, да, благовонное курение. Прими от нас благодарение, как благовонное курение. Прими от нас благодарение, как благовонное курение. Аллилуйя. Да, вот, кодильницы здесь не хватает в этот момент, да, как раз. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Отец, и хотя нет кодильницы сейчас у меня здесь, но, Господь, прими сегодня мое сердце, как кодильницу, мой разум, пение, молитвы, как благовонное курение, прими сегодня, кодила наших сердец. Добрый вечер, Назар пишет, да, всем, да, добрый вечер. И доброго времени суток, у кого вечер, у кого день, у кого ночь, уже, у кого утро, да. Пусть Господь благословит нас, и пусть фимиам этот, пусть поднимается из кодильницы нашего сердца непрестанно. Это хвала Господу. Да, в ветхозаветном храме были кодильницы. И в вечном храме Божьем на небесах тоже кодильницы есть. Интересно, потому что земной храм, он был сделан по образу небесного. И вот эти кодильницы наши, которые мы используем, да, это все образ вот небесной кодильницы, небесных кодил. Потому что у ангелов тоже есть кодильница, да, и там фимия молитв тоже, святых. Аллинуя. Спасибо тебе, Господь. Очень красивый элемент богослужения, один из самых красивых, да, как раз вот кодильница. Спасибо тебе, Святой, спасибо. Сергий Назар, я хотел бы вас спросить, а вы молитесь за исцеление? Ну, конечно, да, если есть нужда, то молюсь за исцеление. Безусловно, за болящих и за людей, и за животных, и даже за растения молюсь. Вот здесь вот были случаи, что в парке засыхали деревья, кустарники. Ходил, молился, благоставлял, да, значит, вот оживали, слава Богу. За животных, тоже молюсь, да, Назар пишет, у меня есть, да, слава Богу, да, пусть Господь благословит вас, исцелит вас во имя Иисуса Христа. Господь, благослови Назара и всех братьев, сестер, всех, кто имеет недуг в теле какой-то, пусть всякая-то зараза, всякая-то недуг, всякая-то болезнь во имя Иисуса Христа уйдет. Во имя Иисуса. Пусть будет благословение, исцеление Твое, Господь, от Тебя. Аллилуйя. Аминь, аминь. Благословляй вас, Назар, благословляю во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены, здоровы, крепки во имя Господне. Вот, и действительно, да, потому что Господь взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелены. То есть, мы действительно, да, люди, хотя болезни масса сейчас, да, на земле, но две тысячи лет назад Иисус Христос взял на себя не только грехи наши, да, но и болезни наши, немощи наши даже. Немощь это, ну, такое состояние, как бы, неболезненное вроде, но немощное такое. Вот, и все это Господь взял на себя. Интересно, да, пострадал за нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Поэтому, когда и причастие совершаем тоже, и сейчас тоже совершим причастие сегодня, вечером тоже, мы же исповедуем это, да, что, значит, что прощены мы, полностью прощены уже, и исцелены тоже, прощены и исцелены именем Господнем, да, кровью Христа, ранами Иисуса Христа. Поэтому, да, вот, причастие, вот в эфире я совершаю причастие и утром, и вечером, вот, в 6 утра, в 6 вечера подключайтесь, вот, ежедневно. И каждый раз, предпричастием я фактически, ну, каждый раз больше или меньше, но говорю об этом, что, да, ранами Христа я исцелен кровью Иисуса Христа, да, исцелен, прощен, благоставлен всеми благоставениями небес. То есть, это, нужно верить в это, на самом деле, друзья, братья и сестры, верить в это, и исповедовать это, и жить этим, и каждое утро, и каждый вечер, принимая причастие, и в Харистию, и в Хлебопреломлении, и к этому вас всех призываю. Вот, я это исповедую, и надеюсь, что и вы тоже это исповедуете, да. Очень страдал проблем кишечника, печени, желчных, да, на милость Божью, аминь, 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 да, слава Богу. Вот, пусть все ваши внутренние органы, Господь исцелит, Назар, да, омывание них, е у вас, ну, как обряда такого нет у нас, омывение ног, как обряда именно. Спасибо вам большое, Назар пишет, да, слава Богу. Вот, пусть Господь благословит, да, во имя Господне, Иисус говорил, да, омывать ноги друг другу, но там имелось в виду, конечно, не буквально просто, значит, помыть ноги друг другу, а служить имеется друг другу. Вот, поэтому, да, поэтому мы, да, омывенцы, вот, в смысле, служители друг другу, как Христос послужил нам, да, так мы служим друг другу, слава Богу. Это очень хороший, да, пример такой, Иисус говорил, пример оставил вам. Вот, причастие, я знаю, что у некоторых протестантов причастие связано с омывением ног, буквально церемониальным таким омывением ног. В православии есть такой обряд, но он совершается редко вообще, обычно раз в году перед Пасхой, да, значит, когда епископ омывает ноги 12 священникам в алтаре архиерейской службы. Но, опять-таки, это мало где практикуется сейчас. Патриаршая служба есть такая, да, тоже патриаршая служба, когда патриарх омывает ноги 12 священникам. Добрый вечер, всех благословений. Аллилуйя, да, Лариса. Благословений Господних всех вам, возлюбленные дети Божьи. Пусть Господь благословит Лидия. Шалом, дорогие друзья, да, шалом, слава Богу. Благословений Господних вам всем, дети Божьи. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да, мая будто десятина, десятина. Ну, хай будто десятина. А вообще, Новый Завет, он вообще говорит о стопроцентине, а не о десятине. То есть, все наше уже Господу посвящено, да, на самом деле. И уже, говорю, Господь, мои деньги – это Твои деньги. Мои все ресурсы – это Твои ресурсы. Вот, поэтому, да, первые ученики прям даже буквально это все воспринимали и все продавали, что могли продать, значит, их ногам апостолы отложили вообще. Вот, сегодня так мы не делаем фактически, да, но мы служим друг другу, значит, всем, что у нас есть, да. За меня раньше молились, но я терял исцеление. Вся только надежда на милость Божьей, чтобы исцеление осталось. Аллилуйя. Вот, да, о, кстати, вот песня-то, да. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, Лишь только на милость, Лишь только на милость Твою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи. Лишь только на милость, Лишь только на милость Твою. Аллилуйя Е у вас экзорцизм Ну а як же безусловно С бесами разговор у нас короткий Аминь братья и сестры У каждого верующего есть экзорцизм У каждого верующего Потому что это знамение Которое сопровождает жизнь верующего человека Вообще любого Неважно мужчина или женщина Это Ничего не зависит вообще У верующих Сопровождает все знамения И одно из них первое самое Именем моим будут бесов изгонять То есть экзорцизм Самое первое знамение верующего человека Которое сопровождает жизнь верующего человека Поэтому именем господнем Противостоим Именем господнем изгоняем бесов И это Судьба всех верующих Судьба Вы без посту вгоняете демона А что поститься то За демона С демоном разговор короткий С бесами разговор короткий Слишком много чести для демонов Чтобы еще поститься перед ними Слава Богу Так что Изгоняем бесов И это Не только я И вы тоже И все И Татьяна И вы тоже Потому что это жизнь верующего человека Вообще Любого верующего Вот нас Сотни миллионов людей Верующих В Иисуса Христа Принявших его спасителем Своим Господом И каждый человек Каждый верующий По настоящему Если он не по наружку По правду Что он верующий То именем Господнем И именем Христа Бесов изгоняет И это не важно Это на полный желудок Или на пустой желудок Это не важно Это совершается в храме каком-то В доме молитвенном Или просто на улице Или в троллейбусе В автобусе Бывает даже в транспорте Общественном Приходится бесов изгонять Потому что иногда Проявляется Вирующая Яко знатая Яко верующая И из чего может Такое произойти Что человек может Потерять Вирующая Ну веруйте в Иисуса Христа Спасителя Господа Вот вы Вирующий человек Потерять исцеление Дьявол уже не может Его украсть А зачем вам Терять исцеление Значит Зачем вам Как воровать Исцеление Просто живите в любви Божьи Живите в Боге Пребывайте в Нем Вот И Никто не может Нас похитить Вообще из руки Отца Отец наш Больше всех есть Поэтому доверяйте Богу Просто любите Бога Живите с Богом Правда Ну трудно советовать Что-то Человеку не видя Его не зная Я же вас не знаю Допустим Да лично Поэтому Не знаю ваше состояние Но Самое-то главное Если человек любит Бога Да То Тот кто в нас Он больше того кто в мире И насчет того Чтобы кто-то мог похитить Люди или демоны Там Наше здоровье Наше исцеление Наше спасение Что-то еще Это все Ну Все ерунда вообще На постном масле Потому что на самом-то деле Значит Если в руках Бога Человек верующий То Верующий Уверовавший Да Интересно Уверовавший Что Иисус И есть Христос Сын Бога Живого Вот Вера В то Что Иисус Есть Христос И Он Есть Сын Бога Живого Интересно Вот эта вера Она творит чудеса Когда мы верим Что Бог Любит мир Бог Возлюбил Весь мир Да Вот это кстати Значит Человек верующий Бог любящий Во-первых Что есть Бог Верующий человек Он знает Что есть Бог На свете Что Ну это в принципе Больше или меньше Все люди знают На земле Даже атеисты Но вот значит Не только Знает что Бог есть Да Но и ищущим Его Он воздает Алая вера Вера без дел Мертва Вот значит Ну слава Богу Значит Если вера есть То дела неизбежны Просто Они просто Ну Просто проистекают Из нашей веры Уже Поэтому да Здесь не важно Вы имеете дела Не имеете дела Главное веруйте А уже дела Они из веры Уже ваши Проистекают уже Если допустим Я верую в Иисуса Христа То просто Демонов И бесов Изгоняю Вот Просто потому что Люблю Господа моего И все Больных исцеляю я Почему? Потому что Люблю моего Господа Спасителя То есть все дела Веры Они Проистекают Из нашей любви К нему Из нашей жизни С ним Вот чем дело Вот И поэтому да Надо верить Что Бог есть На свете Белом И он Любящим его Ищущим его Воздаёт И он Любит мир Весь Всех и вся любит И отдал И отдал Сына своего За нас Иисуса Христа Приветствую Все братья Валентина пишет Да и сестры Благостовенного вечера Да Аллилуйя Благостовенного вечера Всем вам Братья и сестры Да Валентина Спасибо Спасибо Господу За все Благодарю тебя Действительно Да Благодарю тебя Да Я слушал Такое учение Что если человек Грешит То дьявол Может иметь право Послать болезни Разные учения Есть Но старайтесь Поменьше Вот Таких учений Всяких Знатели Изучать Самое важное Пребывать в учении Господнем Понимаете ли Церковных учений Пруд пруди Столько Что Ой За все эти годы Моего служения Я уже православный Священнослужитель Уже больше 30 лет В служении Да Значит И за все эти годы Знаете Слышал и видел Разные учения Разные практики И разные учения Ну В чем я убежден Спустя эти годы Да Что нужно Пребывать в учении Господнем Самое важное Потому что При всем уважении К баптистам К православным К католикам Бесятникам Адвентистам Харизматам Методистам Адвентистам Короче Христиан великое множество И учения великое множество Мир всем святым Во Христе Алексей пишет Аллилуйя Да С миром Принимаем Да Важно пребывать В учении Господнем Поэтому Вникайте в себя И в Слово Божье А поменьше Вникайте в церковное учение Нет Конечно Конечно Надо вникать Тоже и в церковное учение Раз вы В определенной церкви В определенной конфессии Находитесь До старобрядцев И не только до старобрядцев Вообще до всех С любовью Ставить Да Значит Отношусь ко всем С любовью Независимо от Религии Конфессии Деноминации Даже к атеистам С любовью отношусь Даже к атеистам К тем Кто отрицает Бога Ну казалось бы Отрицает Но на самом деле Они не отрицают Они просто Вот Значит Просто себе представили Неправильный образ Бога И отрицают этот образ Вот Старобрядцев Очень люблю Тоже Значит Ну В любой конфессии Есть свои плюсы и минусы Вот Старобрядцы Те же самые православные Да Только старых обрядов Вот тех обрядов Которые еще Когда на Русь Христианство пришло еще Тысячу лет назад Вот Они до сих пор Вот такое же Все сохраняют Христианство Православное такое Каким оно было еще При князе Владимире При Ярославе Мудрым Значит В те древние времена Современное православие Оно уже такое Довольно новое Уже новобрядческое Да Тоди У всех конфессий Есть спасение Ни в одной конфессии Нет спасения И с другой стороны Во всех конфессиях Есть спасение Потому что спасение Это не в конфессиях Спасение Это и не у нас И не у вас И ни у кого Не у старобрядцев И не нового обрядцев Спасение Во Христе Иисусе Спасение Оно не в Не в христианстве Спасение Оно не в церковном Нашем благочестии Там И не в православии Не в протестантизме Не в католицизме В их учениях В учениях нету Спасения Друзья Ни в одном учении На земле нет спасения Только во Христе Иисусе В Господе нашем Есть спасение Действительно В нем пребываете Дети В нем пребываете Во Христе Иисусе Если спасение Человек ищет В учениях Различных То Это замкнутый круг Дело не в конфессии А дело во Христе И пребывание В нем одном Алексей пишет Да, аминь, аминь Совершенно верно Вот Алексей выразил Очень хорошо Емко эту мысль Да, на самом деле Спасение Потому что не в учениях Не в конфессиях Не в деноминациях Можно всю жизнь Быть православным И так и не спастись Можно всю жизнь Быть протестантом Но так и не спастись Можно всю жизнь Быть католиком Но так и не спастись Аминь Валентина пишет Да Вот и Валентина подтверждает Да Вот Спасение потому что во Христе, да не треба конфессий, почему не треба, треба, мы же живем в этом мире, в тварном мире, здесь неизбежно сообщество людей, 2-3 человека собрались на кухне даже побеседовать, вот уже конфессия, потому что уже какие-то есть общие мотивы, какие-то помолились даже, просто перед едой помолились даже, допустим, значит, да, вот, значит, дома собрались, муж, жена, дети, вот уже конфессия, потому что конфессия, это динаминация, это уже, это сообщество людей, пусть это 2-3 человека, или это тысячи людей, или это миллионы людей, неважно, сообщество людей, на счё, як счё ваны ведут нас до спасения, кто сказал, что не ведут до спасения, они подводят ко Христу закон, да, просто там, тут Пастер рассказывал, что сам Бог ему рассказывал, у него тоже чудеса служения происходят, вот, вникайте в себя, брат, и в учение Господне, занимайтесь им постоянно, вот, пусть вас не смущают ни чудотворцы великие, вот, ни исцеление не смущает вас, вот, поэтому, да, есть соблазн, конечно, да, пойти за вторителем человеческим, а конфессии, задача всех конфессий, вот, и нашей православной, допустим, конфессии, там, и всех конфессий существующих, это подвести к Иисусу, подвести ко Христу, указать на Христа, вот, але все конфессии одному суперечат, я не думаю так, в разных конфессиях есть разные люди, есть те, кто противоречат друг другу, там, суперечат, там, значит, там, враждуют друг с другом, но есть это по плоти верующие, а нормальные, адекватные верующие, пожалуйста, общаемся, вот, и, слава Богу, молимся вместе, и нас не разделяет это абсолютно, вот, вот, если человек, он думает, что его семья лучше всех других семей на земле, а если это, как бы, вот, просто, вот, допустим, да, что его семья лучше всех, это хорошо, да, но если он думает, что, как бы, его семья лишь единственная семья, все остальные не семьи, преддверник открыл дверь, и овцы слышат голос пастуха, аминь, 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 да, вот и мы, да, все преддверники, предбанники, да, а баня самая уже с Иисус, а я все конфессии люблю, Валентина пишет, да, так, где в них немае любови, то немае в них Бога, Бог везде есть, даже там, где его нету, наше дело открыть дверь и спрятаться за ней, спрятаться, интересное выражение у Алексея, открыл и спрятался, а то снесут, да, интересно, спасибо, Господь тебе за все, спасибо, спасибо за Алексея, спасибо, Вот, важно, да, указывать на Иисуса, Бог ей любовь, аминь, 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 да, нет, Бог везде есть, даже там, где отрицают его, он все равно есть, вот, Даже там, где кажется, что Бога нет вообще, и там есть Бог, просто люди, если человек враждует с другими конфессиями, ну, в легкой форме это, в принципе, все мы перебаливаем это, Допустим, когда дети, маленькие дети, им кажется, что их родители самые лучшие на свете вообще, самые-самые-самые умные, самые-сильные, самые-самые, Но проходит время, они понимают, что это не так, что их родители не самые умные, не самые сильные и не самые влиятельные, другие какие-то авторитеты, получается, появляются, Потом приходят с годами уважения еще больше к своим родителям, почитания родителей, да, вот то же самое здесь, если человек думает, что его конфессия самая лучшая, То это просто еще детское болезнище, это еще детское младенчество, плотской верующий еще, как говорят, да, вот, значит, другое выражение Библии, Плотские верующие или младенцы, да, которые, младенцы в земном нашем измерении, человек, может быть, даже много лет уже в Господе, да, спрятался за дверью, чтобы не было видно нас, да, мини, я так и понял-то, вот, вот, Спасибо Господу за все, спасибо, 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 спасибо Человек, я встречал много таких людей, правда, раньше не принимала его свидетелей, а сейчас нормально, то же самое, да, я общаюсь со свидетелями, даже встречаюсь в Киеве, В России это не запрещено, их там уже, значит, ну, не увидишь на улице, а здесь, пожалуйста, есть, значит, ну, хотя сейчас они не проповедуют так вот из-за карантина, очень добросовестные, но в личных встречах можем встретиться, общаться нормально, разные верующие есть, есть с мусульманами, с иудеями, да хоть с сатанистами, там, хоть с коммунистами, хоть с атеистами, пожалуйста, я со всеми общаюсь, вот, значит, потому что Бог любит всех абсолютно, это мы люди можем разделять, это хорошие, это плохие, Бог любит всех людей абсолютно. Он действительно во Христе дарует жизнь всем нам, як вожаты Бога, вожаты Бога зваты. Татусь, самое главное имя его, Татусь, Тату, Бог Отец мой, да, любить Христа это любить всех людей, да, потому что любовь Христа, она действительно, да, объемляет всех, Божья любовь объемляет всех и вся, вот, и нам порой кажется, что вот люди, допустим, которые, разделяют наше верование, наши традиции, наши, вот, соответствуют нашим представлениям, они более любимы Богом. На самом деле это не так, это наше просто, ну, представление. На самом деле Бог любит всех абсолютно людей, и Он хочет, чтобы все люди спаслись вообще и достигли познания истины, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, абсолютно всех, абсолютно всех и каждого. Спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Я хочу назвать его папой, но у меня почему возникает страх, Назар пишет, да, слава Богу. Это нельзя этому научиться насильно, это как вот цветок, да, я пример такого приводил уже не раз уже, да, много поклыканных, алле, мало избранных, да, да, слава Богу. Вот, вот, и насильно научиться этому невозможно, это как пример, я привожу, обычно, цветок, вот, попробуйте его насильно раскрыть, распустить цветок, розу-то, то же самое, да, допустим, бутон, раскрыть его насильно, ну, что будет, ничего нормального не произойдет, просто погибель. Вот, значит, надо дождаться этого момента, когда солнышко, да, значит, пригреет, вот, значит, и будто он сам, когда, при виде солнца, да, будто он сам распускается, оживает. И вот, и человек, душа, при воздействии благодати внешне заставить себя назвать Папой Отца, значит, Небесного, Бога Святого, Отцом назвать вообще, невозможно. Без откровения свыше, без вот этого солнца правды, без благодати этой, невозможно, страх Божий это другое, не наши страхи, Валентина пишет. Да, совершенно верно. Люди путают страх Божий и страх человеческий, да, поэтому, ой, если человек не может назвать Бога своим Отцом, своим Папой, Папочкой, то это значит, он в страхе человеческом живет еще, не в страхе Божьем. Настоящий страх Божий, да, действительно, это, ну, по сути, любовь, это любовь, да, любовь к Господу, это ему всецелое доверие ему, абсолютное доверие ему, полное доверие ему. Спасибо, Господь, за все, спасибо. Благословен Господь наш. А совершенная любовь, о ней я проповедую, она изгоняет всякий страх. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, в том числе и страх Господний, и всякие, все, все страхи изгоняет. Совершенная Божья любовь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Именно совершенство, да, поспешим к совершенству, друзья, братья, сестры, поспешим, примем эту благодать. Я понимаю, что у всех свой опыт, да, но страх Господний, это не премудрость Божья, это, тем более, не любовь еще до конца. Это начало премудрости только, это только лишь начало-начал. Это, как, допустим, маленькие детки, допустим, да, еще у них там, не знаю, какой-то страх может быть, да, значит, да, значит. Допустим, родители не могут объяснить еще маленькому ребеночку про электричество, откуда берется, как производится электричество, что в проводах, там ток. Они просто могут пристращать, вот нельзя касаться этого, нельзя. А почему? Ну, просто поверь, что нельзя, просто вот это и страх Господний, да. А уже когда мы уже достигаем совершеннолетия, да, уже мы уже взрослые, мы уже понимаем, что такое электричество, что такое ток, что в проводке, там, в этих проводах уже ток уже течет, вот, значит, идет, значит. Мы уже не касаемся не потому, что, значит, нас стращает Бог, а родитель, да. А мы уже это просто знаем, и уже это, 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 уже нормальный человек в голову не придет в розетку, там, гвозди втаскивать, потому что. А ребенку маленькому может это захотеться всунуть, значит, туда, значит, зачем оно тебе, оно тебе надо вообще. Бог ей любовь, и кто пребывая в любови, той пребывая в Бозе, и Бог пребывая в нем, Татьяна пишет. Аминь, 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 да, вот видите, да, и Писание, да, здесь как раз очень уместно это. Спасибо Господу за все, спасибо Тебе за все, спасибо за Твою любовь, спасибо за Твою, действительно, Твою милость и благодать Твою. Слава Тебе, Господь. Пусть образ Твой сияет в нас, святой, истинный образ Твой, действительно, настоящий образ Твой. Да, я уже много раз пример приводил, когда со своими братьями общался на эту тему. Да, кто любит Бога, той нехай любит и брата своего. Аминь, 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 да. И оно неизбежно. Любовь к Богу, когда есть по-настоящему, она, любовь, изливается, значит, я могу называть его папой, потому что я, новое творение, назван его сыном. Ну, в принципе, да, в принципе, так оно и есть. Но дело не в том, что, если это просто от ума, от того, что, да, вот, просто от идеологии, просто от теологии, тоже можно попробовать, в принципе, да. Но это должно быть изнутри. И, вот, помните, я привел пример, вот, перед тем, как раз, с цветком. Вот, ваша душа – это цветок. Ваша душа – это цветок. Не пытайтесь насильно заставить себя, вот, открывать этот цветок. Не пытайтесь насильно называть Бога своим папой, значит, отцом своим. Пусть это будет изнутри. Просто примите его любовь. Когда человек принимает его любовь, прямо сейчас, просто скажите назад, скажите, я, Боже, я принимаю твою любовь. Скажите ему, я принимаю Иисуса Христа, как твоего личного, как моего личного спасителя Господа, как твоего агонца, как твою любовь, пришедшую в этот мир. Ну, другими словами, своими словами, короче, поговорите с ним. Своими словами поговорить. Молитва это разговор с Богом Личный ваш разговор Поговорите с Ним, поблагодарите Его За Иисуса Христа поблагодарите Принимайте Его как личного спасителя Его любовь принимайте Прямо сейчас принимайте эту любовь И вот эта любовь уже она сама Вы уже не будете там думать Как называть меня Богом моего Просто это будет изнутри, Духом Святым уже Кто вознающий Иисус, Сын Божий Богу тому, да, пребывай Аминь, 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 да И это изнутри просто Как бы естество просто все Знаете ли, просто вопиет Что да, папочка, папа, папуленька Татусь, тато А с братьями моими Мусульманами Вот у меня братья Татарские мои братья, двоюродные, да Троюродные Они в мечеть ходят многие Теперь уже регулярно Вот значит, моя татарская родня Вот и в Казани Когда гостил я И был в гостях у моего брата Двоюродного там, Рината Я Ринату говорил тоже Значит, говорю, вот в Коране Он показывал мне в Коране Там 99 имен Всевышнего Бога Я говорю, хорошо И те же самые имена есть в Библии Я могу назвать его и тоже и Всевышним Но там титулы всевозможные Как имена Бога Говорю, хорошо То же самое есть и в Библии моей Но, говорю, в Коране 99 имен Он говорит, это хорошо Но, говорю, нет одного Но самого важного для меня Самого главного А он такой, какого? Думает, я ему сейчас назову какое-то еще имя там И говорю, папа Отец мой Он мой отец Для меня это все Для меня это все Самое дорогое для меня Для кого-то Опять-таки Вот даже спросили Об имени Бога Об имени Господа У Бога действительно много имен Он тот, кем Он есть Он тот, кто Он будет Он тот, кем Он захочет быть И кем ты захочешь, чтобы Он был Он будет таким Вот, значит И, знаете ли Поэтому у людей разные имена Вот Богу В людях, да У людей разные имена Божьи Разные откровения Разные понимания Но самое драгоценное понимание Которое есть на этой земле Это то, что Он есть наш папочка Ава Ава Авину Авину это отец, отче, да А, значит Ава это папочка Папуленька Татусь Тато Таточка Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо И это изнутри Это нельзя этому научиться Упаси Господь этому научиться Вот так вот Просто от ума Вот И начать просто от ума говорить Это не, не, не Горе от ума этого Без откровения Свыше Это все горе Да Я никогда не говорил С Богом Длительное время Просто не знаю О чем с ним поговорить Вот Как раз Вот Нащупали Больной нерв Вообще Миллионов верующих Не только Это у вас проблема Друзья Друг, значит Брат Значит Это проблема у миллионов Миллионов верующих О чем говорить О чем говорить Налюбимо Словом Языком Делаем правду Иоанна Аминь Аминь Да Вот И о чем говорить Вот Я, знаете Расскажу Пример такой Вот Когда я познакомился Со своей будущей женой Сыной моей Познакомился Я знал О чем я буду с ней говорить Я сразу понял О чем я буду с ней говорить И мне всегда было О чем поговорить с ней Знаете Интересно До Знакомства С сыной моей Да Я вообще был таким Ну Нелюдимым Что касательно Там Девушек Женского пола Вот И я честно говоря Думал Наверное буду монахом Вот И Потому что Ну Для меня идеалы были Монашеские Я читал там Жития святых Там Многих Там И Я так понимал Что Вот И в школе И в училище Допустим Много было девушек Да Вот О чем разговаривать Если допустим Оставался даже Один на один С какой-то девушкой То О чем разговаривать Я не знал Просто Ну Просто Для меня Это просто Как бы Была пытка Просто О чем-то поговорить С человеком Да и с другими людьми Вообще Я Честно говоря Был такой Больше Более нелюдимый Такой человек Вот По жизни Ну Еще юноша Еще Да Вот И В принципе Мне было проще Что-то нарисовать Изобразить Чем Что-то рассказать И Обычно Там даже В школе В училище То Меня кто знал Раньше Там Из меня слова Не вытянешь Вообще Не дождешься Никакого слова Там определенного То есть я Молчаном был по жизни Таким Знаете ли Вот Но самое интересное Когда познакомился С моей инной Уже Да Вот самое интересное Я Как-то Не знаю Язык мой Развязался Как-то Мне интересно Было поговорить И о том О сем И вообще Как бы Интересно Разговаривать Молиться Завждеудуси Всякую молитву И благанием Аминь Аминь Да Вот Но я сейчас Не про это Я сейчас Про Ну да И про это И не про это Это молитва Молитва Это разговор с Богом Многие просто Понимаете ли Я уже говорил об этом На эфирах Уже не раз уже На вечерних На утренних эфирах Говорил уже не раз Что люди Чаще всего Молитвой называют то Что молитва не является Вообще Вот Большинство Большинстве Я в этом убеждался Много раз Я Ну Не особенно предполагал Это как бы Но За все эти годы Служения своего Общения с разными людьми Я в этом убеждался Когда я с ним Говорил То это как монолог Получался Так это Дело не в монологе Не в диалоге Абсолютно не в этом дело Дело В середине нас Внутри нас Дело внутри В сердце Ой Даже если Жена молчит Просто я рассказываю И что-то говорю Это все прекрасно Любовь Она Намного Более Это язык любви Молитва Это язык любви Это даже просто Помолчать с Богом Одно удовольствие Даже просто Помолчать с Ним С любимым Просто побыть с Ним Просто помолчать Поговорить Обо всем И я в эфире об этом Рассказывал Кстати Кстати я загрузил видео Сюда Сегодня Загрузил на канал Видео В том числе И видео 2020 08 12 Вот посмотрите Богослужение Общины Даятель жизни Первый вечер Третья часть Посмотрите Третья часть Где вот я Ваш покорный слуга Как раз Свидетельствую Там мое свидетельство То есть Буквально Чуть пониже Опустите Ленту Этих видео Моих И Увидите это видео И вот Рекомендую Посмотреть Как раз Потому что там Я Свидетельствую О том Как вот как раз Ну встреча с Богом Была это во первых А во вторых Разговор с ним начался Мой разговор с ним начался Вот И это Незабываемый момент Просто я его Сейчас не буду Пересказывать даже Просто скажу что У всех это бывает По разному конечно У всех это Очень индивидуально Происходит Но Начать с ним разговор Который Длиною в жизнь Длиною во всю жизнь Продолжается И Который Никогда не закончится Даже когда Жизнь наша Закончится Земная Этот разговор С ним Он не закончится Никогда Он будет Вечным разговором С ним Общением с ним Кто вид Бога То есть Слуха и слова Божьи Аминь Аминь Да Иоанна Спасибо за цитаты Да Эти писания Да Иоанна Спасибо Спасибо Господу За все Спасибо Благословен Господь наш Благословен Да Спасибо Поэтому Опять-таки Научиться Молиться Можно Но Это должно быть Изнутри Можно повторять За кем-то Можно Да Делай с нами Делай как мы Делай лучше нас Но на самом деле Если честно Молиться Невозможно Научиться Или молишься Или не молишься Молиться Научиться Ну есть конечно Школа молитвенная Да Есть тема молитвы Есть в Библии Очень много молитвы сказано Вот даже Даже Иисуса Христа Слова молитвы Есть прекрасные А молитв В Библии много молитв И хороших И плохих молитв Разных В Библии много И примеров И хороших И плохих Примеров Молитв И правильных И неправильных Молитв Спасибо за ваши молитвы За исцеление почувствовал, как тепло пошло по животу. Слава Богу, да. Пусть Господь благословит вас, живот и вообще человека вашего, да, внешнего, но самое главное, внутреннего вашего человека. Ваше естество, истинное ваше естество. Потому что наше истинное естество, оно не в этих одеждах кожаных заключается. Эти одежды кожаные, это одно, это не все, не весь человек. Это лишь внешняя часть человека, это одежда наша, хижина наша, внешняя хижина. Но внутри нас, сами мы, собственно. И вот наш внутренний человек, разговор с Богом, это не просто нашего внешнего человека, что-то, да, действие. Да, еще малытость, треба с початку и с Богом, примиритость, это уверова ты. Да, слава Богу. Ой, у всех это по-разному происходит, у всех очень по-разному. И примирение с Богом, и уверование, у всех по-разному. По мере общения с Ним, и все, и происходит это на самом деле. Спасибо, Господи, за все, спасибо. Благословен Царь наш, благословен Господь наш, благословен. Поэтому, да, благословен Отец наш, действительно любящий и любимый наш Отец. Наш Создатель, наш Родитель. Он наше все. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, спасибо. Есть молитвы просто без слов. Как вопль, как крик. Как вздох, воздыханиями неизлеченными. Просто вздох наш, молитвенный вздох наш. Бог все это видит. Бог все это знает, да. И треба еще б, святый дух, зейшов, чтобы злодухи не мешали. Бывает и так, тоже, да. Бывают помехи в эфире, помехи, да, определенные. Вот, Господь да благословит без помех пребывать в эфире. Опять-таки, если любишь, то никакие помехи не мешают. Даже если весь ад восстанет, и дьявол всем восстанет, значит, там, да, на тебя, против любви нет никакого приема. Как говорится, против лома нет приема. Вот, единственное, да, значит, единственное оружие сильнейшее – это любовь. Вот, против нее бессильно, весь ад бессилен, бессильно все на свете. Вот, поэтому, да, значит, общение с Богом – это общение любящих сердец. Я в детстве еще не знала, кто Иисус, молилась Богу, и Он отвечал, слава Богу, да. Вот, а Иисус открывается. И тогда, когда вы не знали Иисуса, но Иисус уже вас знал уже. Вот, и тогда уже, да, когда вы не слышали еще об Иисусе, Иисус уже, Он вас знал лично и слышал, и все прекрасно. Это было тоже общение с Богом, безусловно. Просто потом, когда уже, да, приходит осознание, да, кто такой Иисус, это потрясающе. Читаем Слово Божье, Библию читаем, размышляем и восхищаемся Богом. Теперь-то я понимаю, да, вот Иисус, действительно Иисус. Классно. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо. Благодарю тебя за милость и благодать твою. Благодарю тебя за все братьев, сестер. И сейчас, друзья, тайну любви совершим. Давайте, совершим тайну любви. Это для любящих. Действительно, это таинство любимых. Мы собираемся вместе на романтичный, вот сегодня такой ужин, вечеря. Да, была когда тайная вечеря, сейчас она уже не тайная, она сейчас уже явная вечеря. Явная. Была тайная вечеря, стала явной вечеря. Потому что то, что было тайно тогда, сейчас это уже явно сотня миллионов верующих и вообще миллиарды людей уже знают на земле. Чему вы мне завели, Господи, Господи, а не роботы, что я говорю. Лука пишет. Да, слава Богу, да. Слова Иисуса. Поэтому, да. Важно, цитаты это хорошо, но осторожней, пожалуйста, с цитатами. Потому что можно совершенно по-другому неправильно понять их. Даже эту цитату, допустим, можно понять как в осуждении человеку. Интересно. Важно читать в контексте. Важно не вырванные из контекста цитаты брать, а прочесть это в контексте. Вот я пример приведу сейчас. Нет, не пример, нет, нет. Время уже. Я хочу прочесть из Марка, пятой главы. С 35 стиха читаю и дальше. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя? Представляете? Мало того, что ему сообщили новость, что дочь умерла, как обухом по голове. Представляете? Второе еще. Тут же и обвинение, и осуждение ему. Что еще утруждаешь учителя? Что он еще и виноват, утруждает учителя. Представляете? Вот настолько злые сердца людские, да, значит, и языки. Вот. И ему сообщили такую новость. Но самое интересное, Иисус, его реакция потрясающая. Просто вообще с ног сшибающая. Реакция совсем... Но Иисус, услышав все слова, тотчас, тотчас, сказал начальнику синагоги. Не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Потому что массовка, она ничего не дает. Массовка, да, люди судачат о том, о сем, людям никогда не угодишь. Здесь момент такой очень важный. Иисус говорит, вот те, кто готов, вот они увидят славу Божью. Не бойся, но вот этого... Не бойся только веруй. Знаете, друзья, даже эти слова-то я как раз выбрал сегодня для вот этого эфира вечерашнего. Знаете, не бойся только веруй. То есть, что бы люди ни говорили, что бы, какие бы новости ни сообщали нам, какие бы обвинения ни звучали в наш адрес. Не бойся только веруй. Взирай на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Взирай на Господа, следуй за Ним. Даже если это по воде, даже если смерть, даже если... Что бы ни было бы, любовь сильнее смерти, любовь сильнее моря, любовь сильнее всего, абсолютно сильнее всего. Любовью, да, взирая на Христа, мы идем по воде. Любовью мы перешагиваем через смерть. Любовью мы просто все преодолеваем, да. Силу и возлюбившего нас. Спасибо Господу за все. Спасибо, спасибо, спасибо. И вот сегодня, совершая вечерю, не тайную уже, а явную уже вечерю, да. Тайну любви. Таинство любви совершаем. Таинство любящих сердец. Христос в нас, упование и славы. Тоже совершите причастие вместе со мной, друзья. Приглашаю вас прямо сейчас присоединиться. Возьмите себе хлебушка. У меня уже отрезанный есть хлебушек. Приготовленный уже хлебушек есть. И кусочек хлебушек, да, истинно говорила, да, аминь, 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 да. Слава Богу. Налейте себе соку или просто воды даже. И поблагодарите Бога за хлеб наш насущный, за плод виноградной лозы, а наипаче поблагодарите Господа за кровь Христа и за тело Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за то, что я и есть сегодня тело Иисуса, и кровь святая Твоя в моих жилах течет. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, что кровь Христа, чистого и непорочного агнца, омывает нас от всякого греха. Тело Иисуса Христа было ломимо на Голгофе, на кресте, за меня, за всех нас, за все человечество. Спасибо Тебе, Господь. И принимаю сегодня причастие, рассуждаю о теле Христа, о крови Христа. И смерть Господню возвещаю и самому себе, и всему миру в этом эфире прямом сейчас. Возвещаю смерть Господа нашего Иисуса Христа, как величайшую победу, как действительно то, что изменило весь мир. Изменило всех и вся. Спасибо Тебе, Господь. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Ты возлюбил весь мир. Во Христе примирил всех и вся собою. В Иисусе Христе. Спасибо. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Кровью Иисуса Христа и телом ломимом я спасен. Утверждаю это, скажи это сегодня пред Господом, пред всем миром, да, скажи это, да. Аминь. Татьяна пишет. Аминь. Телом Иисуса ломимом на Голгофе я исцелен ранами его святыми. Кровью Христа, благодатью Бога моего я спасен навеки, навсегда, навсегда, навсегда. И ничто не отлучит нас от любви Божьей. Никакая тварь. Ничто не способно просто отлучить нас от любви Божьей. Помешать нам не способно ничто. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо. Только любовь Твоя, Господь. Только Твоя любовь. Все. Спасибо Тебе. Лишь любовь Твоя. Аминь. Спасибо. Аминь. 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 Слава Тебе. Слава. Слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Прими от нас благодарение, как благовонное курение. Спасибо Тебе, Господь. Прими из кадильницы нашего сердца, нашего разума, нашего естества, изнутра нашего, да, этот фемиам, это благоухание сейчас к престолу славы. Каждый из нас, как эта живая кадильница пред Господом. И фемиам молитв поднимается пред лицо его. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за все. Кстати, когда учишься молиться, многим помогает пение. Просто поете пред Богом. Песни какие, знаете, о Христе. Я порой и старые, даже советские песни пою. Ну, пел раньше особенно. Просто переделывал их. Вот, о Христе пел и все. Было дело. Еще в училище еще. Я об этом тоже как-то рассказывал. Еще в 83-й год был, в 84-й год был уже, да, в 84-й год. Я многие песни, да, не умею петь. Пойте как можете. Многим кажется, что они не умеют петь. И по-человечески, да, это как бы приговор порой звучит. Я знаю много примеров, когда люди не могут петь. Казалось бы, не могли петь. Они поют. Пойте пред Богом. Пожалуйста, выбросьте все эти страхи просто. Все. Пусть совершенно любовь изгоняет всякий страх. Вот, что подумают о вас люди, там, что, значит, приговоры людей, что слуха нету, мол, медведь на ухо наступил, там, всех этих медведей гоните прочь вообще. Во имя Иисуса. Пойте как есть, даже без голоса, даже без слуха. Неважно. Пойте Господу. Господь, если нужно, откроет и ухо ваше, откроет и горло ваше, и голос ваш откроет. Все откроет. Мне врачи приговор давно уже поставили уже, что я не смогу не то, чтобы петь, даже разговаривать не смогу, только шепотом. Вот, это еще было, когда, 87-й, 88-й год. Вот, в 89-м окончательно уже приговор врачи поставили мне. Уже 2020-й год. Я до сих пор и разговариваю, до сих пор и пою, и славлю Бога моего. Поэтому врачи и люди, мы лишь предполагаем, а Бог всем располагает. Поэтому, да, славьте Бога. Можете, не можете, славьте Бога, пойте Ему. Спасибо, Господи, за все. Спасибо тебе за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Ну и краще, допомогай, молитесь, читайте Слово Божие, да. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети Божьи, дети любви, божественной любви. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети любви. Благословляю, дети Божьи. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Валентина пишет, да. Аминь, аминь, благословенье, слава, премудрость и благодать.